Друзья, сетевой адаптер FENVY Wi-Fi 6. И где-то вы подобное уже что-то видели у нас на канале, но нет. Это не ADAPT, ну EDUP, ADAPT, он по-разному может произноситься, в зависимости от вашего региона, страны и особенностей произношения. Но это сетевая USB Wi-Fi 6 карта для компьютера на базе WINDY от компании FENVY на канале Технозон. Поехали! Так, мы с вами на сайт на Алиэкспресс. Так, видосик мы не будем включать, нам это не нужно. Wi-Fi 6, USB 3, 1800 Mbps, общая пропускная способность. Это значит, что в диапазоне 5 ГГц на Wi-Fi 6 у него максимальная пропускная способность 1,2 ГБ, а в 2,4 ГБ у нас 2,4 ГБ, ой, 576 Мбит. Ну, в общем, как-то так. Давайте посмотрим, что не заявляют. Построен на чипсете Realtek 8832IU. Неплохой чипсет, в принципе-то. Ну, здесь, видите, они округлили 600 на 1200. Вообще там 576. Поддержка энкрипции WPA3. Конечно же, есть поддержка MU-IMO, OFDMA. Видите, здесь, конечно, красиво они все расписывают. Ссылку на него я размещу в описании под видео. И он вроде бы похож на EDUP. Вот вообще очень похож на EDUP. Но немножечко есть отличия. Во-первых, по форме, но все равно платформа одна и та же. Мне интересно, насколько FENVY смогли реализовать лучше работу. Потому что FENVY все-таки для меня является каким-то китайским лидером в производстве вот такого типа гаджетов. Ссылка в описании под видео на проверенного продавца. Ну и, конечно же, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные обзоры. Ну и что, FENVY AX 1800. Ну, это я вам скажу такой себе лидер из китайского сетевого прикладного оборудования. Как они здесь сразу пишут, что это двойной диапазон. Диапазон 2,4-5 ГГц, 1200 Мбит в секунду в 5 ГГц, 573,5 в 2,4. И поддержка OFDMA, MU-IMO, само собой с технологиями Wi-Fi 6, USB 3.0. Давайте вскрывать. Сейчас я вам аргументированно расскажу, почему FENVY в данном случае предпочтительней. Ну, диск это уже, знаете, такой настолько вчерашний день, автоматически все работает. Очень похож на Adobe, на Adobe, который у нас был. И сейчас я вам покажу. Он точно так же раскладывается, фактически, знаете, такое, два близнеца. Почему FENVY для ноутбуков подходит лучше? Потому что диффузоры находятся здесь, хотя не вижу нижних диффузоров для захвата снизу воздуха. Ну, такое, знаете, тоже решение интересное. Смотрите, как это включается в ноутбук. То есть, таким вот образом можно закрытым держать, можно открытым, можно через удлинитель Wi-Fi подключать в, скажем так, в компьютер. Ну, давайте, в принципе, уже будем переходить, тестировать. Больше здесь смотреть нечего. Как бы, все, переходим. Подключаем FENVY. Включили. И выдало его как неизвестное устройство. Ух ты, елки-палки, будем искать драйвер. На сайте фирменном FENVY он, конечно же, оказался. FUIX1800P. Такой драйвер есть. Ссылочка на этот сайт лежит в описании под видео. Это значит, что адапт у нас, дуб, определялся автоматически. Это значит, что здесь, возможно, какая-то есть разница в работоспособности. Перенесем драйвер на рабочий стол. Даже через сетап установка. Просит перезагрузить, что мы, в принципе, и делаем. Ну что, мы перезапустились. Проверяем правильность установки драйвера. В адаптерах мы видим с вами, где, вот он, Realtek 8832IU. Вот так вот он заработал. Для того, чтобы мы с вами избежали конфликта каких-то моментов, мы с вами отключаем устройство Intel Wi-Fi 6E. Это наш Wi-Fi адаптер, встроенный в лэптоп. Все, он отключен. Сможет ли данный адаптер заменить нам, в принципе, полноценно Lano J45 подключение, мы сейчас, конечно же, узнаем. Он увидел без проблем наш роутер Wi-Fi 6 от Xiaomi. Так, подключилось. Проверяем тип подключения. Wi-Fi 6 802.11ax. 5 ГГц на 36 канале. 1200 Mbps connect. В принципе, все нормально заработало. Пробуем. Тесты скорости работы сети. Для начала на простом спид-тесте. Так, 663. Ну, это не тот результат, который я ожидал. Ну, пускай закончит. Мы попробуем на других провайдерах. 663 на загрузку и 820.39 на выгрузку. Пробуем на другой сервер. Примерно те же самые результаты. Ну, я думаю, что нам придется перебазироваться с вами в Magic Hyperf. Пошел набор соединений. 777, 880, 870, 857, 869. Здесь мы уже видим другие результаты. И поэтому, в принципе, они намного интереснее, чем то, что было. Давайте еще один провайдер попробуем. 784, 865, 870, 866. И это очень даже неплохие показатели. То есть, под 900 мегабит. Фактически, мы можем с вами спокойно менять, скажем так, данный адаптер. Данным адаптером заменять сеть, если вам не нужен там экстра высокий пинг. Например, в каких-то онлайн специальных играх. Там, конечно, лучше использовать проводное соединение. Но для повседневного использования, я думаю, что это очень хорошо подойдет. Смотрите, сразу отвечаю на вопрос некоторых подписчиков, которые сразу будут спрашивать, подойдет ли это для телевизора, для смарт-эвбокса. Нет, это только для платформы. Вот эта вот RT88, она только для ВНД подходит. Поэтому особо не обольщайтесь. Пробуем 2,4 ГГц. Стартуем. Конечно, маркетинг есть маркетинг. РТ88 никогда 1200 не даст. Даже если будет давать Connect 1200, он не даст 1200. Для этого нужен Intel. Intel iX, который у меня внутренний, он, конечно, круче. Слушайте, неплохой результат для 2,4. Очень даже неплохой. На нем спокойно можно работать. 86 Мбит. В пике было 90 с чем-то. И на выгрузку 132. Так, 5G подключено. Перестартуем. У нас даже на спид-тесте посмотрим. Особо большой разницы, как я и думал, мы не получим. На спид-тесте 600-700. На iPerfi это будет до 900 Мбит. Давайте на Magic iPerfi попробуем еще разочек. 129, 860, 857. В принципе, все то же самое. Ребят, я вот даже вытыкаю сейчас в рабочем состоянии. Я могу рекомендовать Fenway. Fenway это нормальный бренд. Производитель сетевого оборудования из Китая. Дешево, сердито и нормально работает. Если вы хотите улучшить свой ноутбук, улучшить свой компьютер до Wi-Fi 6, то, в принципе, это можно сделать, не покупая какие-то внутренние адаптеры. Если морочиться, в принципе, с, допустим, с работой более быстрого варианта, потому что я вам сейчас вот покажу. Смотрите, я сейчас зайду в управление, включу свой Wi-Fi модуль. Вот, я его сейчас включу. И вы посмотрите на разницу скоростей, которые нам показывает наше... Так, оно включилось. Да, все, включилось. И на том же самом iPerfi, я вам покажу разницу скоростей. Допустим, Intel AX 210. Это Wi-Fi 6E модуль и вот этого вот RT88. Даже в том же Magic iPerfi 1,3 гигабита у нас сейчас конкретно на этот Wi-Fi выходит 2,5 гигабит, то есть 1,24 гигабита. То есть разница ощутима. Поэтому здесь вот мы имеем, что имеем, это USB. В целом, в целом, реально рекомендую. Могу еще напоследок воткнуть его в более производительный порт ради прикола, но разницы вы особой вообще не ощутим. Вообще не ощутим. Мы имеем те же самые результаты, поэтому мы с вами не упирались в скорость порта данного устройства. Мы его сейчас отключим, у нас должно пропасть сразу же, видите, да. То есть это оно и было. Рекомендуем. Дешевая среди-то на канале Технозон. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл. Пока.